Добрый день, меня зовут Лугнова Влада. Я работаю в компиляторном отделе Института системного программирования RAN. И сегодня я вам буду рассказывать про применение динамической символной интерпретации для архитектуры Baikal-M или R64. Прикладная область, к которой относится динамическая символная интерпретация, это автоматизированное тестирование программного обеспечения. Так как сейчас программного обеспечения становится достаточно много, оно появляется каждый день, в нем неизбежно появляются также и ошибки. Которые можно рассматривать как некоторый производственный брак. И, соответственно, в ручном режиме рассмотрение этих ошибок занимает уже столько времени, что все ошибки найти не получается. Поэтому требуется средство для автоматизированного поиска этих ошибок. В частности, ошибки могут быть связаны с обработкой внешних данных. Вот символ, который приведен на экране, это символ из индийского языка Тилуга, который вы могли видеть 5 лет назад в новостях. Так как с его помощью можно было реализовать очень простую атаку на пользователей устройств компании Apple, когда просто присылался текст с этим символом в мессенджер. И это вызывало отказ от службы, вплоть до того, что устройство уходило в циклическую перезагрузку. Что довольно неприятная ситуация. С чем связана такая ошибка? Это довольно редкий символ. Он редко используется и представляет собой узкий класс входных внешних данных, которые были неправильно обработаны. Суть программного дефекта была в том, что при выделении памяти возвращался нулевой указатель. То есть достаточно банальная ошибка с точки зрения объяснения. Лично я занимаюсь динамическим анализом бинарного кода, который ориентирован на исследование программ в зависимости от их поведения с внешними данными. Это в частности гибридный файтинг, который совмещает файтинг и динамическую символ-интерпретацию. Файтинг — это исследование программы, когда ей отправляется достаточно много входных данных, в том смысле, что она запускается много раз на условно-случайных входах и ищется интересную ситуацию, например, аварийное завершение. Символ-интерпретация опирается на математическое моделирование и вычисляет новые пути программы и программные эффекты аналитически. Для чего это может быть использовано? Так как у нас сейчас возникает большая востребованность в технологической независимости, всего программно-аппаратного стека. И есть набор технологий, такие как, например, российский процессор Bycal-M, для которых возможна уже загрузка российских дистрибутивов Linux, такие как Alt-Linux, Astra-Linux. На уровне прикладного поста появляется задача сертификации и повышение доверия к прикладному программному обеспечению. В частности, такие задачи решает фазинг и динамическая символ-интерпретация. Давайте подробнее рассмотрим, как она работает. Определяются какие-то источники внешних данных. И далее мы приступаем к абстрактному моделированию. То есть эти данные какие-то абстрактные, мы не знаем, какие они будут, внешние данные, помечаются как символными, и все вычисления с ними отслеживаются и переводятся в некоторое специализированное ас-представление в виде формул, которое можно конвертировать в систему неравенства и уравнений и решить. Особенное внимание уделяется условным ветвлениям, которые зависят от символенных данных, то есть то, от чего зависит путь выполнения программы. Такие условия, если они символны, добавляются в предикат пути, и далее мы пытаемся исследовать программу и получить новые входные данные, которые смогут воспроизводить данный путь. Это делается так, что предикат пути состоит из некоторых условий визвления, и эти условия можно брать с отрицанием, тогда, решив систему уравнений, мы получим соответственные входные данные, с помощью которых воспроизведем данный путь. Также, поскольку нас интересуют программные дефекты и ошибки, можно добавлять предикаты безопасности, то есть дополнительный набор условий возникновения ошибок, которые при получении соответствующего решения дают нам входные данные, которые потенциально могут активировать программный дефект. Кроме того, динамическая символная интерпретация используется совместно с пайдингом, так как они обмениваются входными данными, что дает более плодотворные результаты в реанализе. Динамическая символная интерпретация отличается тем, что используется запуск программы для выбора пути, вдоль которого происходит исследование. То есть, сама символная интерпретация допускает статический анализ, когда есть задача выбора пути выполнения, которые мы исследуем. В динамической символной интерпретации используется конкретный запуск, и у нас есть один путь выполнения, вдоль которого инвертируются условные переходы. Соответственно, это ускоряет анализ, потому что у нас всего один путь, который мы исследуем, но есть также ограничения, потому что мы не можем смоделировать память, которой не было при нашем реальном запуске. Также есть такое преимущество, что в случае, когда мы чего-то не можем смоделировать, мы можем подставить значения конкретных данных, которые у нас были при запуске. Моя команда в системном программировании сделала свой символный интерпретатор, который называется SIDAR. Он использует несколько других открытых решений, которые выполняют различные задачи. В частности, за конкретное выполнение и инструментацию инструкций отвечает фреймворк CINAM-RIO. С символьными формулами работает открытый фреймворк Triton, который их перенаправляет в виде системы уравнений в SMT-решатель, который уже возвращает данные. Как и большинство решений в виде динамических символных интерпретаторов, SIDAR был сначала застощен под x86. Он при этом включал достаточно много различных оптимизаций, свойственных для данного типа анализа, такие как технологии для анализа символных адресов, моделирование семантики функций, слайсинг предиката пути, предиката безопасности и многое другое. Соответственно, чтобы для него сделать новую архитектуру, надо понять, что он вообще из себя представляет. И мы выбрали AR64, потому что она является второй по распространенности в мире после x86. То есть примерно каждый первый сейчас с собой имеет процессор на базе AR64, который находится в вашем телефоне. Эта архитектура отличается тем, что у нее пониженное энергопотребление и тепловыделение, соответственно, она подходит для устраиваемого устройства. И также она используется в таких процессорах, как у BICAL-M и Apple M1. Вот недавно первый компьютер на базе архитектуры ARM занял первое место среди суперкомпьютеров Fujitsu Fugaku. Чтобы портировать данную архитектуру для символьного анализа, нам потребуется добавить соответствующий набор регистров, потому что мы работаем непосредственно с инструкциями, мы смотрим на семантику их вычислений. Также нам необходимы для анализа механизмы вычисления адресных выражений и различные служебные аспекты управления, выполнения программами. Так как мы основываемся на фреймворке Triton, он поддерживает для базового набора расширение архитектуры AR64 с профилем, 176 из 402 спецификаций базового набора поддерживает Triton. То есть у нас есть семантика инструкций и некоторая инфраструктура для символьных вычислений для этих инструкций. Также новая вещь, которой не было в X86, это дополнительная инструкция расширения вместе со сдвигом в адресных выражениях. То есть так как у нас регистр имеет размер меньше, чем этот 32-битный регистр, нам его нужно расширить до 64-битного, чтобы закрутить значение. Также он при этом умножается на некоторое число, то есть сдвигается влево. Вот эта инструкция XTX одновременно содержит и расширение, и сдвиг. Кроме того, для предикатов безопасности нам нужно отслеживать теневой стэк, то есть инструкции вызова и возврата из функций. И также меняется вычисление, связанное с предикатами пути, то есть это набор условий, которые мы дополнительно добавляем, и они привязываются к другим инструкциям, с другой семантикой немножко. Одна из задач, которая потребовала достаточно существенных изменений, это анализ косвенных переходов, то есть свитч выражений. В данном случае у нас были использованы евристики для X86, которые заключались в том, что для таблицы, в которой содержится значение адресов свитч выражения, то есть косвенный переход, нам нужно понять, куда мы хотим перейти. И у нас есть какой-то набор значений, который представляет собой некоторую таблицу, можно сказать. Так вот, значения в этой таблице могут содержать как адреса прямых переходов, то есть просто переход по адресу, так и дополнительный какой-то оффсет относительно базового адреса. И вот в X86 они отличаются достаточно просто, потому что адрес не может быть отрицательным, а в X86 сдвиги представляют собой 32-битное отрицательное значение. Такая у нас евристика была. В Армении не так, поэтому пришлось искать какие-то другие способы, но это достаточно оказалось несложно, потому что загружается отдельный базовый адрес. Вот тут на примере ассемблерного кода можно увидеть, что в случае прямого адреса у нас в случае прямого адреса у нас есть основной адрес таблицы, который загружается, а здесь у нас две подобных инструкции, то есть загружается базовый адрес и адреса для загрузки перехода, для загрузки оффсета для перехода. Сам переход происходит на инструкции по значению регистра, в котором лежит вычисленный адрес, и в частности сдвиг также может умножаться сдвигом влево, что тоже нужно учитывать при анализе. Кроме того, поскольку есть вот эта инструкция нажения, хотелось бы как-то ограничить размеры таблицы, то есть для x86 достаточно было проверять, что код, на который указывают адреса, является исполняемым. Здесь же другая структура кода, поэтому пришлось дополнительно искать какие-то способы уточнения границ таблицы значений, и в частности это можно сделать с помощью значения в инструкции сравнения, то есть свитч выражения, оно компилируется в некоторое сравнение обычно, и вот это значение показывает нам, какое количество вообще возможных переходов. Также мы сравнили наше предлагаемое решение с аналогами, которых достаточно немного, в общем-то это только simqemo. Он также интерпретирует, также является динамическим символенным интерпретатором для минарного кода, но у него нет, к сожалению, механизма, по которому можно было бы понять, действительно ли был вход инвертирован после того, как, то есть сгенерирован входной файл, естественно он выполняет свою функцию и отражает путь до целевого ветвления и изменяет его направление. Поэтому был проведен эксперимент с FastBench и подсчитанной метрики покрытия, как можно заметить, у Sidra в целом получается больше корректно в среднем, можно сказать, что у Sidra в общем генерируется меньше входных данных, которые инвертируют больше входных переходов по косвенным показательным покрытиям. Тут вот приведено количество уникальных строк покрытия, которые были не достигнуты вторым инструментом, в некоторых случаях, вот в двух, SimQM не нашел чего-то относительно того, что нашел Sidra уникального. Соответственно, в дальнейшем мы планируем произвести сравнение инструментов, которые уже производят гибридный файзинг, то есть это была чисто динамическая символическая интерпретация, гибридный файзинг — это уже несколько инструментов, работающих вместе, вот мы хотим провести такие инструменты. Сейчас наше решение поддерживает эксперименты, которые мы проводили, были на Байкале, динамическая символическая интерпретация работает на таком дистрибуте, как Alt Linux, мы хотим также для гибридного файзинга. И также мы будем искать какие-то программные дефекты в открытом пол, чтобы проверить вообще, насколько эффективен данный подход. Вот. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Алло. Пока кто-то собирает с мыслями. Очень динамическая просит. Есть ли очень простые примеры для совсем людей не в теме, для чего это может быть полезно? Вот. А я пока... А можете конкретизировать? Для чего символный анализ может быть полезен? Это люди, которые совсем зашли не в теме вот этого всего, они имеют страшные слова, для чего это может быть им полезно? Символная интерпретация используется для обнаружения редких входных данных, которые могут быть связаны с программными дефектами. То есть она может использоваться для сертификации и повышения доверия к программным продуктам. В частности, вот для архитектуры AR64. Спасибо большое. У меня вопрос. Что по поводу стиминга инструкций и тех остальных инструкций, которые Python не поддерживает, как будет отвечать мероприятие с отраслью? Ну, во-первых, инструмент отделяет символные инструкции, то есть инструкции, которые с символными данными не оперируют, в анализе не участвуют. Я имею в виду векторную. Single instruction, multiple data, векторную инструкцию. Ну, аналог x86. Вы имеете в виду REP-инструкцию? В целом, в арме таких инструкций, инструкций в базовом наборе я не помню. То есть там есть инструкция загрузки, которая может загружать несколько значений, то есть сохранение загрузки памяти. Возможно, есть расширение, но для расширения у нас как бы символный framework, который строит формулы, не поддерживает. То есть у нас, вот, я сказала, что 176 инструкций из базового набора. В принципе, вот по сравнению с sim.qm, которая, наверное, располагает большими ресурсами для анализа инструкций. У нас очень неплохие результаты. А вот инструкции, которые вы не поддерживаете, то есть они будут в программе пользоваться. А вам что-то нужно будет поддерживать? То есть как-то планируется, и условно, сколько друг за затрат для этого вам потребуется? Для того, чтобы добавлять новую инструкцию, нужно их добавить в Triton, во-первых. И если у них какая-то другая структура, возможно, потребуется какая-то дополнительная символенная инструментация в нашем инструменте. Есть какие-то возможности по нацеливанию инструмента на какой-то участок входа? Мне кажется, в операционных системах особенно это будет актуально, потому что есть большая часть загрузки, а потом уже стоит работа, и на какой-то компонент хочется нацелиться. Есть ли что-то? Ну, есть определенные входные источники, то есть источники недоверенных входных данных, и для анализа используются специальные обертки, которые могут высливать целевые функции, которые интересны для анализа, и уже, то есть входные данные, которые вы передаете на вход, будут становиться параметрами данной функции, например. В операционных системах, насколько я знаю, достаточно могут быть сложные ситуации, но написание оберток — это тоже отдельная сложная задача, скажем так. А вот эти вот инверсированные условия можно же делать только в определенном компоненте, да? В ответственности? Можно выбирать участки кода, ограничивать, то есть есть такие подходы. То есть можно исключить, например, стандартную библиотеку, если она не очень интересна для анализа, или она доверенная уже. Если есть еще вопросы, тогда аплодисменты докладчику, наверное. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.